Ох, неоднократно предупреждал глава местного самоуправления Сергей Катананов, руководителей коммунальных служб города, что настанет день и пройдет он с ревизией по всем известным ему из жалоб граждан городским свалкам и помойкам и не сдобровать тогда никому. Ревизия состоялась сегодня. Начали с утра со Старой Куковки. Местные жители, проснувшиеся чуть позже, лишь из нашей программы узнают, что Сергей Катанандов у них все-таки был и беды их знает. Скажите, когда вы последний раз видели мэра Катанандова? Ни разу не видела. Сколько не живу, ни разу не видела. Только в газете. Мэрло, я вообще... Здесь я не видел. В смысле, в нашем районе? Нет, не видела, не видела. Может, он и проезжал, но... Может, просто... Вот вы бы сняли вот этот... А вот сняли уже, скажите, а кто это выбрасывает? Это все выбрасывают. И вы тоже? Ну, знаете, что... Вот я сейчас вам скажу. У меня когда муж работал, он в спецавтобазе работал, вот каждый вечер, каждый день вот приезжал с работы и брал лопату, брал вилы и, значит, все это очищал туда-назад. Ругался со всеми. Это бесполезно. В общем, тут врагов он нажил столько, что невозможно. Тут буквально все. И отходы, что-то только тут не валют. Если вот нет такого хозяйства, значит, все везут. Вы все по графику, вот тому, что я отметил, все равно все проедете остальное. Потратите еще час времени, зафиксируйте все, как положено. Ты тогда давай, Шуруй, освобождаешься уже, а ребята едут. И дальше выводы, я вам сказал, будут самые простые. Встретите на территории работающего человека, значит, это спасет начальника ЖЭО снять себя с работы. Нашей съемочной группе удалось перехватить стремительного мэра ближе к обеду, уже в центре города, во дворах между улицей Герцена и Краеведческим музеем. Кстати, здесь к 2003 году планируется снести все деревянные здания и разбить исторический парк. Ну и, конечно, убрать весь мусор. Мусора не так много, чтобы из этого делать серьезную проблему, но даже при этой ситуации никто не занимается уборкой города. Мы не встретили ни одного работающего на этой теме. Ну, соответственно, конечно, придется поправлять людей и наказывать очень строго. Видимо, кто-то и лишится работы. Кстати, не все считают помойки безусловным злом, как и то, что выкидывается безусловным мусором. Скажите, пожалуйста, а что можно вот на такой свалке найти? Ну, вот, резисторы, допустим, трансфлюксеры. Так. А кто сюда их выкидывает? А я бог знает. Вот. Хорошая эта самая оценковка. Солочинок. А что еще? Цена вот вряд ли, что найдет. Скажите, а это промышленные отходы, да, ведь получается? Вот это вот? Да. Скорее всего. Ну, это с какой-то аппаратуры где-то выбросили или сперли, что нужно взяли, что не знают, куда применить, выкинули.